Приветствую вас, дорогие братья и сестры. Мы продолжаем наше учение. Вчера мы читали пророка Исаию, 59 главу, и я хочу вернуться к этому месту. Мы читали про мышцу Господню, которая спасает народ Израиля, и мы говорили, что это говорит про Иисуса. Я хочу вернуться к этому. Вот эта картина, в которой мы находим скрытого Иисуса, эта притча, это как такая картина, которая проявится в явлении Иисуса. Я прочитаю 16 стих Исаии, 59 глава. «И видел, что нет человека, и дивился, что нет заступника, и помогла ему мышца его, и правда его, поддержала его». Когда приходит момент, когда Иисус должен вернуться, там ситуация, что Антихрист, он уже убивает верующих, церковь в какой-то момент забирается, я не буду сейчас говорить об этом, когда произойдет вознесение. Но то, в чем мы можем быть уверены, что нет никого, кто бы заступался, подобно тому, как Моисей заступался на Синайской горе. И написано, что помогла ему мышца его. Мы видим здесь вот связь между мышцей и спасением. То есть то, что спасает в этой ситуации, вот эта вот мышца его. И правда его, поддержала его. Я хочу продолжить говорить на эту тему о мышце Господней. Еще более ранее откровение об этом мы находим в Исходе 17 главе, с 8 по 16 стих. У нас есть история о войне с амаликитянами, которые пришли воевать с Израилем, когда они находились в пустыне. И амаликитяне, они приходят, чтобы затормозить нас. Амаликитяне это подобно, как избранный народ со стороны сатаны. Подобно тому, как Бог избрал народ Израиля, и через него должен быть выйти свет на все народы. Так говорит Слово Божие об этом. И Новый Завет об этом говорит, об Иисусе Христе, о всех апостолах, о всех писаниях. Новый Завет, Ветхий Завет. Все это дано через народ Израиля. Вот это вот откровение Господа. Итак, амаликитяне, они приходят для того, чтобы нас остановить, чтобы мы не смогли прийти в Хананскую землю, в землю обетования. И во всей этой истории Моисей говорит Иисусу избрать людей и идти воевать с амаликитянами. И говорится, что Моисей, он должен быть на горе, и в его руке должен быть жезл. И написано, что в каждый момент, когда Моисей поднимал свои руки, народ Израиля побеждал. Когда его руки ослабевали, и он начинал их опускать, амаликитяне начинали побеждать. И он не только поднимал вот эти вот руки, но он держался за жезл Божий. Он должен был его поднимать. Сколько можно держать так руки? Кровь начинает спускаться вниз, и рука устает. И поэтому написано, что Арон и Ор, они поддерживали его справа и слева, а под него подложили камень. И он сидел там целый день до того момента, пока Иисус не уничтожил амаликитян. И после этого Моисей, он строит жертвенник, называя его Господь Мое знамя. Вот это вот жезл, который Моисей держал целый день, он был подобно знамени на войне. Когда мы знаем, например, про римлян, каждое подразделение там, оно имело свой флаг. И солдаты, они знали, что в тот момент, когда они слышали звук трубы, они должны были оглянуться и увидеть, где находится знамя, которое было поднято. И туда они должны были прийти. Там они собирались в ряды и начинали свою войну. Итак, вот это вот боевое знамя. Было очень важно сохранить вот это вот знамя и горе, если бы это знамя было потеряно каким-то легионом. И Моисей, строя жертвенник, говорит, что Бог Мое знамя. То есть, несмотря на то, что на вот этом жезле не было какого-то флага, но это был Господь. Господь, это было знамя Иисуса, который в один день должен был быть поднят на крест. В Евангелии от Иоанна, 3 главе, в 14-15 стихе, Господь говорит, что подобно тому, как Моисей вознес змею в пустыне, так должно быть вознесено Сыну Человеческому. Мы знаем, что каждый, кто смотрел на вот этого медного змея, он получал исцеление от яда змей, которые жалили народ. Вот эти вот змеи символизируют сатану, яд, он, это грех, который приводит к смерти. И вот этот вот взгляд, устремленный на медного змея, это жизнь. Потому что, когда Иисус был распят на вот этом вот знамени, на кресте, он превратился в грех. Он взял грехи каждого из нас на самого себя. И он превратился в грех, подобно тому, как там был вот этот змей. То есть, он взял на себя полностью все обвинения. И каждый, кто верит в него, кто смотрит, он получает исцеление, прощение, потому что Иисус умер за наши грехи. Иисус, он говорит, что мой крест, он подобен вот этому знамени. Эту историю можно найти в 21 главе книги чисел. Итак, Моисей, он строит там вот этот жертвенник, называя его Господь мою знамя. И там он получает откровение. В 16 стихе, так тут говорится о том, что должно произойти на небе. Брань у Господа против Амалика из рода в род. Ибо, сказал он, рука на престоле Господа. То есть, рука на престоле Господа. Здесь говорится про руку Божию, которая поднятая. И контекст – это война с сатаной против сил тьмы. Кто же является правой рукой Господа? Этой рукой является Иисус. Правой рукой Господа. Иисус, который гораздо позже был позлан, как я и говорил, умереть на кресте. Мы, как народ, не узнали его, не поняли его. Наше управление, фарисеи, книжники, вот эта фанатичная зависть, которая впоследствии, через 40 лет, она привела к войне в Иерусалиме, когда убивали друг друга и сжигали друг друга, и сожгли вот эти склады с продовольствием. Вот эта ненависть, фанатичная, слепая, жестокая, она привела к тому, что народ отверг Иисуса и был предан римлянам. Мы читаем в Исаии, 53 главе, еще раз, про вот эту вот мышцу Божию. Вся эта глава, она говорит про распятие. 53 глава Исаии, первый стих. «Кто поверил слышанному от нас?» Когда Иисус пришел и принес слова Небесного Отца, кто поверил слышанному от нас? Были тысячи, которые поверили, но большинство не поверили. Управление не поверило. И кому открылась мышца Господня? Мышца Господня. И Иисус, когда Он открылся, кто Его видел? Только отдельные. Это только остаток народа. И дальше во всей этой главе здесь говорится, что Он зашел перед Ним, как отпрыск из сухой земли. Нет в Нем ни вида, ни величия. Он не пришел как царь. Мы видели Его, и не было в Нем вида, который бы привлекал нас к Нему. Он был презрен и умолен перед людьми, муж скорбей, изведавшей болезни. И мы отвращали от Него лицо свое. Он был презираем, и мы ни во что ставили Его. И до сегодняшнего дня религия, она пренебрегает Иисусом. Пятый стих. Но Он был изъязвлен за грехи наши и мучен за беззаконие наши. Наказание мира нашего было на Нем, и ранами Его мы исцелились. То есть, Он умер за наши грехи. Если вы их хотите знать, то наши грехи... Наши грехи из-за этого Он был на кресте, был унижен на кресте и был убит. И Он говорит в 6 стихе, «Все мы блуждали, как овцы, совратились, каждый на свою дорогу. Мы до сегодняшнего дня находимся в этом положении, и Господь возложил на Него грехи всех нас». И так продолжается вот это вот описание, что Он не защищал Себя во время суда, а то за суда Он был взят, но род Его кто изъяснит, «Ибо Он отторгнут от земли живых, как агнец пред стригущим безгласен, так Он не отверг уст Своих». Это говорится про суд Пилата. «Ибо Он отторгнут от земли живых, за преступления народа Моего претерпел казнь». После всего того, что произошло с Иисусом там, когда Его отвергли, только доброе Он сделал, Он исцелял больных, Он изгонял бесов, Он кормил множество, Он пришел к народу Израиля, к тем, которые были пренебрежены вот этим вот разжиревшей властью. Иисус, Ему назначили гроб со злодеями, но Он погребен был у богатого, Он был похоронен у богатого, хотя Он был распят между разбойниками, потому что не сделал греха, и не было лжи в устах Его. Но Господу угодно было поразить Его. То есть Бог хотел, это был план Божий, Иисус должен был пройти по вот этому пути для того, чтобы спасти нас, чтобы мы получили прощение. Это продолжается, я не буду сейчас это все читать, но вот это вот мышца Господняя, первый стих, что кому открылась мышца Господняя, вот это вот мышца, о которой говорится, давайте мы посмотрим Псалом 97-й, 97-й Псалом, здесь написано с первого по третий стих, «Воспойте Господу новую песнь, ибо Он сотворил чудеса, Его десница святая, мышцы Его доставили Ему победу». То есть мы видим связь между мышцей и между спасением. Явил Господь спасение свое, открыл перед очами народов правду свою. Все народы приняли веру в Иисуса, а мы как народ нет. Вспомнил Он милость свою. Каждый, кто уверовал в Иисуса, он становится праведным, то есть он открыл свою праведность. Вспомнил милость свою и верность к Дому Израилеву. «Все концы земли увидели спасение Бога нашего». Действительно, Бог остался верным и народу Израиля. Мы были неверны Ему, но Бог остался верным обетованием и завету, которой Он заключил с Авраамом, Исааком и Яковым. Это еще одно место, которое говорит про мышцу Господню в контексте спасения. И я хочу закончить 117-м Псалмом с 14-го по 16-й стихи. «Господь – сила моя и песнь, Он сделался моим спасением». Обратите внимание на это слово «спасение». «Голос радости и спасения в жилищах праведников». Еще раз, связь между спасением и оправданием. «Десница Господня творит силу». Самая большая вещь, то, что делает «Десница Господня», это наше спасение. Это спасти нас от вечного наказания. Это гораздо больше, чем воскрешать мертвых или останавливать бурю, или исцелять больных и так далее. Это спасти нас от ада. «Десница Господня творит силу». «Десница Господня высока». «Десница Господня творит силу». Не умру, но буду жить и возвещать дела Господни. Поэтому я свидетельствую о делах Божьих, присоединяюсь ко всем остальным, которые верят в Господа и свидетельствуют о Его делах. Если вы сегодня слышите вот эту проповедь, и вы еще не приняли Иисуса, откройте свое сердце, попросите Избавителя Израиля быть у вас. Я люблю вас. Шаббат шалом.